Поэтому я хочу поговорить с вами о вере. Это главное основание, стоя на котором мы можем иметь чудеса и сверхъестественные проявления. Ваша вера должна быть утверждена в сердце. Поднимите руки и скажите, «Я верю в Иисуса». Итак, ваша вера должна быть утверждена в вашем сердце. Хочу кое-что отметить. Когда ваша вера будет не утверждена, то с вами могут произойти три вещи. Запишите их. Если вера не будет утверждена в вашем сердце, то вас очень легко пошатнуть. Если в вашу жизнь придет кризис, он сразу же пошатнет вас. Во-вторых, вы будете открыты к чужим мнениям. И в-третьих, вы будете открыты к чужим точкам зрения. Если вы хотите получить исцеление, если вы хотите чего-то от Бога, то ваша вера, вера Божья, должна быть утверждена в вашем сердце. И я хочу сказать еще что-то. Ваша вера не должна основываться на людских традициях. Марка, глава 7, стих 13. Иисус сказал, «Ветменяйте Слово Божье своими традициями». Иными словами, вера не должна основываться на людских традициях. Традиции настолько сильны, что делают Слово безрезультатным. Во-вторых, вера не должна основываться на человеческой мудрости. Что такое человеческая мудрость? Это философия, теология, мнение и доктрины. Вы не можете основывать свою веру на традициях. Вы не можете основывать свою веру на мнениях. И вы не можете основывать свою веру на человеческой мудрости. Почему? Потому что эти вещи временны. И, в-третьих, вы не можете основывать свою веру на религии. Религия — это человеческие методы, как прийти к Богу. Люди думают, что к Богу много путей, но Он всего один. И это Иисус. Это Иисус. Я сказал, это Иисус. Поднимите руки и скажите, Иисус. Итак, на чем же должна быть утверждена или основана ваша вера? Если вера не может быть основана на традициях, религии или человеческой мудрости, то она должна быть основана и утверждена на Личности. Поднимите руки и скажите «Личность». Кто это — Личность? Это ваша вера должна быть утверждена на Личности Иисуса Христа. Кто такой Иисус? Иисус — это единственный путь к Богу. Иисус — это истина. Иисус — это путь. Иисус — это Сын Божий. Иисус — это посредник между Богом и человеком. Перед тем, как верить во что-то, услышьте меня. Бог хочет, чтобы вы поверили в Личность. Как имя этой Личности? Как имя этой Личности? Я вас не слышу. Его имя — Иисус. Вы можете верить во все религии, но если у вас нет Иисуса, то у вас нет веры, потому что Иисус — это центр нашей веры. когда у вас есть вера в Иисуса, когда у вас есть вера в Иисуса, то когда приходит кризис, когда приходят проблемы, когда приходит болезнь, вы не пошатнетесь. ваша вера будет сильной в Иисусе. Перед тем, как верить в вещи, вера верит в Личность. Если вы верите в вещи перед тем, как поверить в Бога, то это мёртвая вера. Библия говорит, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не меняется никогда. Евреям, глава 12, стих 1. Там сказано, что Иисус — автор и совершитель нашей веры. Он — автор, родоначальник. Поэтому вначале нужно верить в Него и лишь потом верить о каких-то вещах. Наша вера пришла от Него, от Иисуса. Наша вера в Иисусе. Иисус — родоначальник или автор. Но Он также и совершитель. Скажите, совершитель. Скажите, Я верю в Личность, в Иисуса. Кроме этого. Кроме этого, нет никакой другой веры. Нет другой веры. Она может быть только в Иисусе. Ваша вера должна быть в первую очередь утверждена в Иисусе. А кто для вас Иисус? В-третьих, ваша вера должна быть утверждена в силе Божьей. Иисус — это путь. Иисус — это Сын Божий. Иисус — это посредник между Богом и человеком. Первое Коринфянам. Глава 2, стих 2. Я хочу, чтобы ваша вера покоилась не на человеческой мудрости, а на силе Божьей. Если ваша вера не стоит на силе Божьей, то вы можете упасть. Но если вы пережили силу, если вы имели сверхъестественное переживание, если вы пережили силу Божью, вам недостаточно просто увидеть её. Вам нужно её пережить. Кто из вас хочет пережить силу Божью? И они победили его. Кто они? И кого его? Кровью агонца. Услышьте меня. И словом своего свидетельства. Это пророческий дух. Откровение, глава 12, стих 11. Они победили его. Кто они? Верующие. Христиане. Кого его? Дьявола. Как они его победили? Словом своего свидетельства. Слово свидетельства означает делать это снова. Слово свидетельства происходит от слова «мартирос» — «свидетельствовать». А на иврите оно означает «делать это опять». А на иврите оно означает «делать это опять». Всякий раз, когда вы свидетельствуете, В атмосфере что-то происходит. И это заставляет Бога снова это делать. Цель свидетельств в том, чтобы создавать атмосферу для чудес. А каким было свидетельство Иисуса? Свидетельство Иисуса — это Его воскресение. Он был мертв, а потом воскрес. Иисус возвращается. Каждый раз, когда мы свидетельствуем, мы побеждаем врага. Каждый раз, когда вы свидетельствуете, вы создаете атмосферу для того, чтобы Бог дублировал такое же чудо. Я чувствую здесь Божье присутствие. Дух Святой говорит мне что-то. «Тут есть дети с неизлечимыми болезнями». Если у вас есть ребенок с неизлечимой болезнью, то я хочу помолиться за вас и вашего ребенка. Отец, во имя Иисуса, у тебя огромное сострадание. Я беру власть. Я беру полную власть над всяким духом болезни и немощи. Я приказываю вам во имя Иисуса всем духом болезни и немощи убираться вон. 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 Будьте исцелены. Вон. Отец, все неизлечимые заболевания в этих детях, все неизлечимые заболевания, я высвобождаю твою силу и твое страдание. Будьте исцелены. Будьте исцелены. Вы знали, что корень всех проблем и всего плохого, что происходит в этом мире, это грех? А вы знали, что есть лекарство от греха? На кресте Иисус Христос заплатил за ваши и мои грехи. Если вы думаете, мне нужен Бог, может, вы чувствуете пустоту, одиночество и считаете вашу жизнь бессмысленной. Если вы не видите причин для жизни, то сейчас самое время отдать Богу свою жизнь. Вы спросите, «А что мне нужно делать?» Библия говорит, что вам нужно покаяться в грехах. Как только вы каетесь, вы делаете Иисусу разрешение исцелить, простить и восстановить вашу жизнь. Просто повторите за мной эту молитву. «Скажите, Бог Отец, я признаю, что я грешник, я каюсь во всех моих грехах, я исповедую моими устами, что Иисус Христос, мой Господь и мой Спаситель. Иисус, войди в мое сердце. Аминь». Пусть благословит вас. Если вы произнесли эту молитву, то позвоните нам и сообщите об этом. Сотрудники нашего колл-центра ждут вашего звонка. Они помолятся за ваши нужды. Они научены молиться и получать сверхъестественные результаты. Если вы больны и у вас кризис, то позвоните им. Вы можете следить за мной в социальных сетях. Там вы найдете много материалов, которые благословят вашу жизнь и будут назидать вас. Сверхъестественное движение захватывает этот мир силой. 24 и 25 мая приходите на наши сверхъестественные встречи в Италии. Это событие изменит атмосферу всей страны. Вас ждут проповеди апостола Гильермо Мальдонадо и музыка от Нью Вайн. Присоединяйтесь к нам в этом незабываемом переживании. Заказывайте свой билет прямо сейчас. Для более детальной информации заходите на наш сайт. Если болезнь и депрессия находятся в человеке долгое время, то это говорит нам с вами о том, что для их разрушения нужна сила. Эти вещи не уйдут после обычной молитвы. Молитва и пост наделяют вас силой, которая разрушит их. Молитва и пост наделяют вас силой. Получите свободу для своей души, разума и эмоций уже сегодня. За пожертвования в размере 50 долларов вы получите книгу апостола Гильермо Мальдонадо «Сверхъестественная трансформация» и «Сверхъестественное освобождение». Звоните прямо сейчас или заходите на наш интернет-магазин. Эта программа была оплачена друзьями и партнерами апостола Гильермо Мальдонадо и международного служения «Царь Иисус». Продолжение следует...